Ребята, нам с заправки прислали просто фотографию и видео о маленькой маме и щенков, выброшенных прямо между колонок. Мы сейчас едем, не знаем, на месте мама, не на месте, но если дети там и мама маленькая там, мы их, разумеется, сразу заберем. Ребята, это зверство выбрасывать маленькую маму со щенком на заправке среди колес. Люди, ну побойтесь Бога, хоть немножечко. Ну не бросайте вы мам с малышами на заправках. Дети маленькие лезут под колеса, когда машины заправляются, и они гибнут. Что же вы творите? Я прошу вас, люди, если вам не нужна собака, звоните, бейте в колокола, обращайтесь в приюты. Обязательно отзовутся. Обязательно, слышите? Ну что, мои хорошие, надеюсь, у нас все получится, все будет хорошо. Малышу, подвинь. Будешь уже делать? Сейчас покушаем и пойдем, да, солнышко? Ой, я хорошая. Неси переноску. Ну что, ребята, заправляемся. Мама с малышом внутри. Сейчас покажу. Главное, что нам удалось их поймать и посадить. И просто камень с души упал, потому что я очень переживала. Когда мы наклонились к маме, она рычать начала. А потом оказалась доброй и ласковой. Но сначала она была очень испуганной. Четыре дня на заправке. Мама и ребенок. Ребят, ну что, маленькая мама у нас здесь с малышом. Ребенок спит, да? Напугала нас, рычала так грозно, такая грозная собака у нас была. И ради тебя мы промчались 500 километров, ради тебя и твоего ребенка. А ведь какая-то сволочь вас выбросила. А ребенок удивительный, замечательная девчушка. И я уверена, мы с вами найдем ей дом. Сейчас мы заправляемся, ребята. Сейчас у нас заправка. Все, и мы сейчас поедем дальше. Слава Богу, ребята, что ребенок, ребенок у нас. И уже не мерзнет. Я хочу обратиться, друзья, ко всем вам. Малышка с сыном или с дочкой, я не знаю, мы не посмотрели в торопях, схватили, погрузили и поехали. Ребята, она 4 дня лежала на холоде под магазинчиком на заправке. Сколько народа проехало здесь и сколько народа видела ребенка. Кто-то, да, добренький, дал сосиску. Кто-то там подкормил немножко. Мой низкий поклон этим людям. Но, ребята, это же не волкодав. Это не аллопай. Это крошечная девочка, которая ростом 25 сантиметров. И весит она килограмма 3 от силы. И у нее маленький ребенок. Представляете, крошечная мама с крошечным ребенком. Просили вас 4 дня о помощи. А мы проходим мимо. Боже мой, люди, куда мы катимся? Что с нами происходит, скажите? Ну, неужели тряпки и все остальное дороже жизни живого существа? Дороже нашего сердца, дороже нашей совести, ребят? Ну, мы же люди. Какой пример мы нашим детям подаем? Но я прошу вас, хоть чуть-чуть задумайтесь об этом. В преддверии Нового года. Сейчас. В приюте 3000 животных. И я обращаюсь ко всем вам. Мои хорошие. Помогите нам встретить этот Новый год. Сытный день. Мы не просим много. Подпишитесь. Автоплатеж 100 рублей. И вы нам поможете. И вы спасете не только жизнь этой мамы с ребенком. Но еще 3000 животных. Ребята, мы постоянно выпускаем ролики. Мы постоянно рассказываем о нашей жизни. Посмотрите, сколько операций вы, вы помогли нам сделать. И сколько жизней спасли. Ребята, не уходите. Не отворачивайтесь. Эти собаки, это тоже часть нашего мира. И я прошу вас, пожалуйста, давайте сплотимся. Давайте спасем приют. А пока живая всем сердцем, буду защищать этот приют. И призывать вас на помощь. Я прошу вас, друзья хорошие мои. Помогите мне спасти наш приют. Помогите не допустить беды, как была Банаэка, а теперь Астрахань. Ребята, Якутия, где животных убивают просто страшно. Я прошу вас, 100 рублей стоит жизнь животного. 100 рублей с вашего бюджета. Включите нас в ваши расходы. Вы платите свет, газ, коммунальные услуги. Ребята, выделите 100 рублей для приюта. Помогите. Вот такая красавица. Едем домой, солнышко. Все будет у тебя хорошо. Обязательно будет. И семью мы тебе найдем, и твоему ребенку найдем. Самую лучшую. Поверь, моя хорошая. Я обещаю, будет все самое лучшее для такой крошечной девочки, такой замечательной мамы. Люди не просто зло. Люди есть и хорошие. И мы тебе это докажем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...